Всем привет, друзья, с вами Маркович, мы продолжаем играть в Startup Fennec. Мы с вами в прошлый раз успешно начали свой стартап, у нас даже появились какие-то пользователи. Первая тысяча, даже их было больше, но потом мы с вами смотались в отпуск, и за то время немножко ажиотаж, скажем так, упал. Открытие исследования. Поздравляем, исследования разблокированы, они помогают открывать новые меню и функции. Чтобы провести исследование, нажмите кнопку исследования слева. Так, ну-ка давайте посмотрим. Исследования, хорошо, сейчас посмотрим, давайте, давайте, что же за исследования такие? Так, конкурентный анализ, рекомендуемые характеристики 3. Анализ рынка изучает привлекательность и динамику рынка в определенной отрасли. Проведя исследования и анализы рынка, вы сможете понять состояние вашей доли рынка по сравнению с конкурентами. Так, 500 баксов это стоит, ни хера себе здесь ценники, конечно, но хотя возможно так и стоит, кто его знает. Ну давайте попробуем, 500 баксов у нас с вами 6000-то есть. Опа, наш исследователь будет в морг, вероятность 77%, о, нифига себе так долго. А давайте мы попозже это сделаем, потом чуть-чуть, я хочу немножко сейчас о другом так сказать. Вот, и в принципе стартап наш потихонечку движется, мы с вами даже, вот видите, какие-то, какие-то совершаем, скажем так, достижения. Накопите 5000 на банковском счете, но мы с вами еще и работали при этом. На других ребят надо не забыть об этом, конечно же. Открыто улучшение офиса. Это балдеж, слушайте, ну не то, чтобы у нас с вами сейчас офис был, но скорее все-таки комнатушка наша, но тем не менее. Да боже мой, сколько всего открывается. Хорошая новость, кое-кто сдает офис по очень низкой цене. Как раз подходящее время для улучшения вашего офиса. Улучшив офис, вы сможете нанести сотрудника. Да, и эти странные запахи перестанут вас доставать. В смысле, не понял, это моя комната, мне там ничего не пахнет, я убираюсь иногда. Так, улучшить офис, ну давайте посмотрим, хорошо, у нас прям игра сейчас супер куда-то ведет. Так. Ну все, берите. Красное дерево, маленький уютный офис. Ну-ка, а-а-а, наша комната действительно превратится в офис какой-то. Судя по всему, ну видимо другое помещение будет очень похоже на нашу комнату, только уже тут и столы появятся, дополнительные рабочие места и так далее. Это современный светлый яркий офис, расположенный рядом с вашим домом, тут уютно и приятно. А еще рядом находится знаменитый китайский ресторан, ой, это балдеж. Сотрудники, текущий офис один сотрудник, следующий офис пять сотрудников и арендная плата 475 баксов, стоимость 2000. Да, поехали, давайте, чего уж нет, чего уж нет, переезжаем. Все, ей, класс. Так, улучшить офис? О, еще и 3000, так мы получается с вами почти на халяву-то сделали, слушайте, вообще замечательно, спасибо большое. Даже не то, чтобы на халяву, а в плюс ушли. Ха-ха-ха, превосходно, замечательно. Правда, аренда, да, теперь у нас с вами, так сказать, увеличилась, мы с вами видим, что баланс у нас еще стал ниже, скажем так, да, еще больше минус ушел, но оно и понятно, но зато теперь у нас с вами будут сотрудники, будем нанимать, продаем, нужно будет тоже какие-то, видимо, деньги платить. Ну, короче, посмотрим, как у нас пойдет дальше, я надеюсь, что пойдет хорошо. Вот, и, собственно, мы вообще к чему-то с вами стремились-то, мы хотели с вами улучшить некоторые показатели, да, у нас с вами здесь не очень получилось с комментариями и не очень получилось с добавлением друзей, ну, как бы на семерочку, но можно, в принципе, и получше было бы сделать. Рекомендуемые характеристики три. У нас там с вами есть что-то получше, что-то похуже, короче говоря, но в целом сейчас, я думаю, после того, как мы с вами уже обучились один раз, мы сможем здесь распределить более-менее себе что-то, и, возможно, получится даже получше. Пересмотр будет стоить нам с вами 365 баксов, в принципе, в принципе, как вариант. У нас хоть здесь небольшой плюс идет, но хотелось бы сделать все-таки хотя бы 8-9, может быть, и здесь тоже самое, да. Здесь у нас вообще в минус получилось. Давайте, наверное, с этого начнем тогда, с комментариев, потому что что-то как-то прямо тут нас с вами не поперло из-за наших умений. И вообще-то, как у нас с вами сейчас довольно много денег, может быть, стоит еще немножко наших ребят подучить, ну, как ребят нашего морга, естественно, пока у нас только один работает. Так, сотрудники, можем еще обучить, у нас с вами, видите, удобство на пятерочку. Можем эстетику еще подучить, например, технологичность на 3, в принципе, нормально, а вот эти вот два потянуть параметра было бы неплохо. Слушайте, нам в любом случае нужно подучиться, потому что, даже смотрю работы, тут рекомендуемые характеристики 4, 8, 10, 4, 7, ну, короче, блин, жесть какая-то. Всем все супер требовательные, хотя мы с вами брались за работу, и вроде получилось в прошлый раз, ну, ладно. Что мы с вами делаем? Давай, сотрудник наш, иди обучайся тогда, вроде бы мотивацию немножко подняли. Обучение, так, и мы тебе сейчас дадим знаешь чего, мы тебе сейчас пойдем эстетики учить, вот, так сказать, прекрасному, да? Эффект удобства, нам нужна эстетика, во, давай, все, просмотр видео, шрифт, что надо. 2 тысячи, блин, это стоит капец, то ценники, конечно, но ладно, курсы, знаете, дорогие. Все, отправляйся, уходи, обучайся, мы подождем, правда, сейчас, скорее всего, пользователи уйдут от нас, ну, ничего, мы потом нагоним еще. Открыт найм, теперь вы можете собирать команду своей мечты, во, балдеж, так, это хорошо, давайте посмотрим, что по этому поводу у нас с вами здесь есть, и, возможно, за нас сейчас поработают другие ребята тогда. Так, сотрудники. Выбор метода найма, чем дороже метод, тем больше шансов найти лучших специалистов, нужных с особенностями, с нужными особенностями, понял. Так, количество кандидатов, 7, рекомендации друга, ну, как бы, хорошо, какие еще варианты есть? Есть онлайн рекрутмент, количество 9, а, ну, и он дороже стоит, естественно, да? Ничего не стоит, собственно, вдруг нам посоветовал просто этот хороший чувак, иди, переработайте его, тыры-пыры. Здесь тысячи баксов стоит, и все, пока что, да? Через журнал пока, видимо, закрыто, открывается при встрече со вторым конкурентом, понял. Здесь тоже пока закрыта охота талантами, хедхантера, короче говоря, ясно. Но, давайте, пока бесплатный вариант возьмем, попробуем. Так, и что? И где вы? Товарищи? О! Донейт нау. Так, о, кстати, говорят, донатчики, 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 это хорошо. Местный банк продовольствия просит вас сделать пожертвования для нуждающих, если вы согласны. Ну, давай, 40 баксов дадим, че уж там. Так, улучшительная помощь организациями. Вы надеете, что, помогая местным жителям, вы улучшите свою репутацию в глазах общественности? Подтвердись. Так. У других подсоциальных сотрудников есть особенности, которые могут помочь или помешать. О-о-о. Так, ну посмотрим. Ой, здравствуйте. Ээээ, Лили. Так, что на нее? Технологичность на пятерочку, удобство на троечку, эстетика на пять, маркетинг такой себе. У этого нет особенностей. Понял, дальше идем. Орлоу. Так, сколько ты стоишь? 220 в месяц. Едрить, коптить. Ну, хотя, знаете, по сравнению с другими ценами, это вообще ничто. Орлоу у нас такой, знаете, не очень технологичный, не очень удобный, зато эстетичный и маркетинговый весьма товарищ. Да, тоже нет особенностей никаких. Посмотрим, что еще есть. О-о-о, 6-6, нифига себе. Лежебока. Нельзя же все время работать. Отпускай это. Отпускай этого сотрудника заканчиваются позже. Ну, епросто. Нет, я понимаю, Лежебока это хорошо, конечно. То, смотри, здесь 6-6, удобство эстетика. Вау, это же прям супер. Так. Едем дальше. Конор. 3-3-4, технологичность вообще на нуле. Тупой программист. Ну, что ж так грубо-то. Чтобы не случилось, технические навыки этого сотрудника останет. О-о-о. Короче, он не обучаемый, ясно. Ну, друг, конечно, и посоветовал. Зато бесплатно, да? Так, 1-5-5. Ну, вот, опять же, в принципе, Купер. Неплохой, вроде бы. А, тут еще не все. Нифига вас дни. А, ну вот, еще двое. Так, 3-0-3-2. Ну, что-то такое. Еще и тупой инженер. Наши руки не для скуки. Ясно. Так, известно. О, Бен. Смотрите, чисто середнячок такой, Бен. А, он неуклюжий. Этот сотрудник может сломать любую мебель. Расходное содержание офиса вырастут. Да ё-парсете. Короче, беру тогда либо тебя. В принципе, неплохо. Кроме маркетинга все хорошо, да? Либо Бена. Ой, Купера в смысле. Ну, Купера можно, я так понимаю, будет подучить. Так что, в принципе, давайте, наверное, возьмем его. 274. Окей. Давай к нам. Тусуйся иди, Купер. О, Скрепочка. Поздравляю, вы найдете своего первого сотрудника. Теперь ваша жизнь не будет такой одинокой. Хорошо. Она не так не одинока. У меня есть вы. Это так мило. Но нет, меня у вас нет. В любом случае, помните об увеличении ваших измеченных расходов. Да, да, я помню. Выполняйте работу по контракту, создавайте новые функции, продавайте туфли своей матери. Дочем? Погодите, последние не надо. Я уже их продал. Что ты несешь, Скрепка? В общем, делайте все, чтобы баланс оставался положительным. Устойчивое развитие функции с положительным балансом означает, что вы на правильном пути. Ну, такое, да. Наймите сотрудника, открыт магазин. Так, что еще за магазин? Да, боже мой, сколько же здесь всего-то? Так, сотрудник, иди работай давай. Молодец. Все, мотивация. Соточка у него, можно сразу что-то делать. Поздравляю, магазин разблокировано. Теперь вы можете делать покупки для своего офиса, чтобы открыть панель магазина. Нажмите кнопку магазина. Понял. Так, что там у нас в магазине мебели? Ядрить, коптить. Результат обучения. О, на пятерочку. Слушайте, так мы вообще уже прям, ух, какие хорошие специалисты. Молодцы. Так, все, приезжай, давай обратно в офис. Сейчас будем работать. 67 мотивация, хорошо. Ага, так, разблокировано этот самый, как его называют, заем. Так, и что, 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 что за мебель-то? Давайте посмотрим. Так, мебель. Некоторые предметы мебели станут на место старых. Понял. Так, выбрать мебель. Некоторые предметы. Угу. У нас здесь есть маркетинговая, маркерная, точнее, доска, прошу прощения. Так, роскошная маркерная доска. А, тут улучшение мы с вами видим, да? Понял. Деньги, конечно, это стоит тоже дохерище. Просто комфорт плюс один. Ой, можно маленький стеклянный ящик. Аквариум называется, да? Ну ладно, купить. Нифига. Тут прям какие-то дельфины, акулы плавают. Так. Чудолон Омега. Чудолон Омега является вершиной эволюции простейших ПК. И может похвастаться 20-дюймовым экраном и наличием электронной почты. Вау. Это еще что? О, мне такое место надо. Жесть какая. Тут какие-то принтеры. И еще что-то такое. Там какие-то эти для воды, да? Или это какой-то освежитель. Ну ладно. Охренеть, тут куча приставки даже есть. Жесть. Вау. Ну ладно, хорошо. Но это у нас с вами еще не скоро появится. Ну ладно, хватит деньги тратить. Давайте что-нибудь хоть сделаем-то. Я хотел все-таки поработать вот здесь, да? Так, работа по контракту. Давайте сюда пока вернемся. Пересмотрим вот эту вот функцию комментарий. Да, мне она не нравится. Значит так. Рекомендуемые характеристики 3. Мы с вами в принципе можем, думаю, справиться с этим делом, да? У нас с вами нужно здесь... Что было? Я уже забыл. Удобство у нас с вами здесь нужно. Хорошо. Удобство у нас с вами хоть какое-то имеется. Так, стоимость 1000. Да ядрить как дорого. Но мы с вами сами пойдем этим заниматься. Давайте, Купер пока отдохнет. Купер займется чем-нибудь другим, возможно. А хотя можно его отправить. Ну-ка, подожди, Купер, давай попробуем тебя. Так, Купер. Технологичность, удобство, эстетика, да? Значит так, тебе нужно удобство. Ау, ты сам распределился? Ха, смотрите, он сам как-то распределя... Или то, что мы с вами распределяли в прошлый раз таким образом. Не помню уже. Ну ладно. Ну вот, да, беда в том, что у него очень сильно хромает технологичность. Ладно, Купер, отстань. Иди, сейчас мы тебя будем лучше учить. Давай сами сейчас пока это сделаем, все. Так, до 4 дня. А если вдвоем? 48 дней, ясно. Так, тогда я буду сам это все делать. Да, похоже, это осталось, как мы с вами распределяли здесь. Но мы стали немножечко лучше в этом плане. Так, тут аж на двоечку. Нифига себе. Нифига себе. Так, на единичку, 1,3. Но сейчас должно быть просто супер все, мне кажется. 1, 2, 1, 3. Разработка, поехали, давайте. Улучшим все это дело. Все, пошел процесс. А мы с вами можем сразу, например, что-нибудь еще сделать? Потому что у нас с вами еще рабочий. Рабочий же один есть, дополнительный теперь. Так, пока здесь идет. А вот здесь, давайте пересмотрим это тоже, добро. Здесь нам с вами нужно будет удобство. Но опять же, блин, Купер. Купер, давай мы тебя сейчас пока обучим. Тогда, знаешь, сейчас сотрудники возьмем. Купер, надо бы тебе немножко технологичнее. Здесь поднять зарплату. А, мы можем даже зарплату, короче говоря, ему редактировать здесь. Автоматически можем. А. Не буду пока нажимать. Ладно, значит, что мы с вами делаем? Мы отправляем его на обучение. Будем из него прям конфетку делать. Хотя бы технологичнее, до тротики поднять, и будет все супер у него. Так, технологичность. 2000 баксов Купер на тебя трачу сейчас, прямо сейчас. Все, иди, иди обучайся, а мы пока займемся дальше делом. У нас, собственно, пересмотр комментариев. Посмотрим, что из этого выйдет на самом деле. Надеюсь, что-то хорошее. Мы с вами получим новых пользователей. Все будут довольны, и мы в том числе. Денег все меньше. Нам бы с вами нужно будет отправиться по контракту работать. Причем, блин, смотрите, у нас минус 600. Так. Он уже обучился на четверку. Ну, хорошо. Вот теперь ты можешь работать по контракту в том числе, кстати говоря. Сейчас его и отправим. На контракт какой-нибудь. Так, Купер, ты вернулся. Молодец. Давай посмотрим, что у нас по работе. Есть? Так, 4. Вот. Да куда угодно. 14 дней. Давай сюда. Создание изображений для магазина приложений на основе скриншотов. Мы такое с вами уже делали. И в прошлый раз, в принципе, понравилось работодателю все. Так, взять Купер. Давай. Эстетика на 5. У него как раз все прям замечательно должно быть. Итак, поехали. Давай полторашечку здесь сделаем. Здесь тоже полторашечку сделаем. А здесь как получится? 1,6. Вообще отлично, мне кажется. Поехали. В разработку пошло. Все, Купер, ты работаешь здесь. Мы работаем над проектом над нашим непосредственно. Ты зарабатывай нам деньги дополнительные. Красиво. Ну что ж, у нас с вами уже тестирование комментариев опять идет. Я надеюсь, что сейчас будет гораздо лучше, чем в прошлый раз. Так. У вас низкий рейтинг. Разбор полетов поможет вам проанализировать работу по контракту. Хорошо. Это тоже стоит денег, естественно, да? Разбор полетов 104 бакса. А, ну у нас теперь вообще все прекрасно. 10 из 10, смотрите. Вот другое дело. Комментарии. Ни единого бага. Четко как в аптеке. Молодцы. А то обычно на сайтах глюков больше, чем на рейвах. Ну да. Общий балл. 10. Смотрите, мы как улучшили. Было 5,2, стало 10. Теперь у нас с вами доходы. И расходы, а? Вот так-то. Разбор полетов. Мне просто... Блин, нас денег мало. Не будем пока брать. Давайте. Дальше. Так. Известный соискатель. Вдохновившись перспективами атмосферы вашего проекта, Адам, знаменитый дизайнер, подает заявку на должность вашей стартап-компании. Принять на работу. А можно подробно? Так, Адам. Экономист. Бывший экономист, нашедший себя... Чего? В стартапах. Быстрее всех делает исследование рынка. Так. Технологичность хромает, но мы можем подучить его. В принципе, 5,4,3. Но меня устраивает. Денег правда до хера требует что-то. Блин, нужен ли он нам? Но у него хороший перк есть. Ладно. Давайте попробуем взять. Тем более мы с вами сейчас за работу будем браться. Принимаем. Так и быть. Вы решили принять нового сотрудника. Ей, привет, дружище. Исправить функцию 500 баксов награду. Ой, спасибо, очень кстати. Так, плюс деньги. Плюс новый сотрудник. У нас Адам есть. Вообще прекрасно. Создание изображения. Так, а мы можем с вами еще тем временем взять какую-нибудь работу по контракту дополнительную. HTML-разработчик для обновления сайта. Так, характеристики 4. Сотрудников 1. 15 дней. Награда вот такая вот, да? Здесь награда больше. Ну и 20 дней получается. Вот на 8 дней что-то. Простой дизайн футболки. Так. Ну давайте возьмем всего-то 8 дней и 2000 получим. Нам здесь с вами тоже эстетика нужна. Ну хорошо, беру и... Эстетика, да? Можно его отправить в принципе. Не, его мы с вами отправим, блин, на обучение, наверное, лучше, я думаю. Или как? Сами возьмем эту работу, короче. Да, поехали. Вот так тогда сейчас. Нам нужна эстетика в первую очередь, да? На двойку можем сделать. Так, здесь у нас у меня единичка будет. И здесь у нас с вами будет сколько? Единичка тоже набирается. 1,2 даже, 1,1. Ну давайте так раскидаем как-нибудь. Все, разработка пошла. Пошло дело. Все, сейчас мы с вами будем деньги получать, я думаю. Так, а тебя, дружище, у нас пока денег нету, чтобы тебя обучить. Поэтому тебя, дружище, мы, наверное, отправим... Так, у него все хорошо, кроме технологичности, да? Все хорошо. Ну, тебя, может быть, на функцию... А, стойте, а мы же с вами можем здесь еще кое-что взять. Исследование, да? За 500 баксов. Эээ, доля рынка, это хорошо, конечно, но ладно. Я пока это оставлю, все-таки тоже деньги. Нам с вами лучше потратить их пока что на что-нибудь. Так, вдохновляющее посещение. Вас навещает успешный бизнесмен Нортон Анг. Его похвалы повысили моральный дух ваших сотрудников. О, спасибо. Прикольно. Прикольно. Так. Так, 10 из 10... Привет, все очень круто. Завтра Илон Даск пришлет вам приглашение в клуб. Рептилоидов. Отличная работа. Так, но, собственно, плюс 12. Сотка. Все, деньги получили. Рейтинг хоть и такой себе. 5,6,6. Потому что эстетика немножко почему-то хромает в итоге. А я пока не буду разбирать ничего. Опять же, это деньги надо на это. Мы с вами сейчас получим... О, боже мой. Группа хакеров под названием Очевидность взломала ваш сервер. Обычно этих негодяев нанимают, чтобы уничтожить чей-то бизнес или даже нарушить деятельность правительства. Пострадала одна из ваших функций. Доядрить. Ах ты ж, хакеры Йохана. Вот говнюк, а. Посмотрите-ка на него. Так, у нас отток клиентов. Пользователи... Ай-яй-яй-яй. Что ж такое-то? Какого черта? Так, ну ладно. Сейчас Адама отправим подтянуть его. Тогда технологичность сдавается сразу. Так, Адам, иди, обучайся. Технологичность 2000, так и быть, потратим на тебя? Дорогой наш сотрудник, слушайте, капец, какого черта? Какая функция нас пострадала? О-о-о, страница профиля 3, жесть какая. Вы только посмотрите на это. Охренеть. Нам нужно теперь это переделывать. Пересмотрим 308. Я сейчас занят, ну ладно. У нас купер свободный, в принципе, он уже хорош во всем. Здесь, в первую очередь, тоже нужна эстетика. Ну давай. Вперед из песни. Так, 2,9. Давай так, 2,5. Технологичность подтянем на 1,1, да? Сделаем. Вот так пойдем. Даже давай, наверное, вот так поменьше чуть-чуть еще сделаю. Надеюсь, нормально будет. 2,2, 1,3. Тоже 1,3 сделаем давай. И здесь 2,1. Все, разработка. Поехали, поехали. Переделываем. Надо переделывать, потому что там у нас все поломали, к чертовой бабушке. Сейчас, может быть, даже еще и лучше получится. Хотя там вроде так было неплохо довольно. Но посмотрим. Ну что ж, один у нас обучается. Мы тут над работой работаем. И один товарищ... А почему эстетика-то опять такая дурацкая? Но, вроде все довольны. Не могу не сказать, что работать с вами было очень приятно. А, ну спасибо большое. Тогда хорошо, что понравилось. Денюшки, давайте сюда, пожалуйста. Спасибо. Плюс 2,000. Отлично. Так, мотивация есть. Мотивация у работника тоже есть. Я пока занят. И работничек у нас... Точнее, нет, я пока не занят как раз таки. Я могу взять какую-нибудь еще работу, например. Давайте посмотрим, что здесь есть. На 15 дней, на 7 дней, 5, да? На 19 дней, на 11 дней. Так, на 7 дней этот хочу. О, опять она. Логотип матраса. Ну давайте. Опять же, нужно, получается, что у нас здесь. Скорее всего, я так понимаю, эстетика, да? Нужна. Ну что ж, рыбачонка-то не пыльная. Рекомендуем характеристики 4. У нас с вами, ну, как бы почти. Почти все хорошо, да? Давайте далее. Так, наверное, все-таки в эстетику пойдем. Большей степени. 1,5. Единичку сюда. Единичку сюда давайте. Ну, короче, максимум бахнем в эстетику. Поехали. Разрабатываем все. Опять все заняты у нас. Мне нужны новые пользователи. Как там по нашим функциям получается? Давайте смотреть. Пока еще в разработке, естественно. Потом поправим с вами вот это вот. Добавление друзей обязательно тоже. Попробуем рейтинг выше сделать ему. Чтобы было прям супер хорошо. Ну и пойдем дальше. А вот потом уже дойдем до сюда. Нам с вами нужно будет выбирать ветку. Я думаю, что пойдем все-таки сюда. Ну, как бы, знаете, редактирование видео. Создание списковых произведений. Это все, что мы с вами так любим, так сказать, на нашем прекрасном ютюбе, да? Вот. Так что я думаю, пойдем именно туда. Ну, а пока так, сейчас надо денег заработать. Чтение книги. Так. До четверки он в итоге апнул. Ну, неплохо. Слушайте, уже тоже очень даже неплохо. Молодец. Все, возвращайся к нам тогда. И сейчас будешь приступать за работу тоже. Так. Мы тебя отправим на куда? Мы тебя отправим сейчас редактировать, наверное, тогда добавление в друзья. Здесь нам с вами пригодятся навыки удобства. Так, пересмотр. Адам, давай. Дальше. Удобства у тебя хорошие. Мы с вами сделаем так. Два на удобство кинем. Технологичность единичка, да? Эстетика 1 и 2. И во-во-во, так сделаем. Все. Разработка поехала, давай. Должно быть лучше теперь. Должно быть лучше. Мы должны справиться. Должны все это дело, все эти функции улучшить. Так, это у нас логотип для матраса. Опять эстетика. Надо было вообще в нее все бахать. Но им понравилось. Им понравилось. Очень удобно. Очень технологично. И нормальная эстетика. Сойдет. Для матраса пойдет, да? Как говорится. Все, спасибо большое. Давайте денежки сюда. Ей, успешно завершить 3 работы по контракту. 3000 баксов еще. Нифига себе нормально. Неплохо. Так, ну это другое дело уже. Я бы себя, знаете, я бы, наверное, себя еще отправил бы поучиться. Блин, бедняга, он уже устал очень, смотрите. Купер, кажется, тоже устал, да? Или что с ним не так? Жесть. Бедняга. Зашивается там. Так, ладно, Морг не упедрився. Ты еще вон наполовину. Нормально все. Поехал на обучение, давай. Маркетинг тебе поднять бы неплохо. Да и технологичность, в общем-то, тоже можно было бы, да? Так, ну маркетинг у тебя прям в самой жопе находится, поэтому давай. 10 дней. Иди, вот тебе 2000 баксов. Обучайся, как говорится. Ну, а ребятки здесь пока заканчивают, собственно, страницу профиля. Так. Так, так, так. Во, идеально. Страница профиля на 10 из 10 получилась. С сайтом пользоваться легче, чем тестом висеть. Понятно. Еще одно очко способностей. Особенности точнее. Здесь прибыль есть. Все классно, замечательно. Дальше. Известный соискатель. Так, вдохновившись перспективами атмосферы вашего проекта, Кейра, знаменитый эксперт по пользовательским интерфейсам, подает заявку на должность вашей стартап-компании. Принять на работу подробно. 500 в месяц, да ты че, Кейра. 666, все на 6 у нее. Блин, так-то тоже нормально, но... Сорян, Кейра, у нас как бы сейчас минус 800, и три сотрудника, я думаю, более чем пока что хватит. Хотя, в принципе, неплохая. С другой стороны, давайте, может, возьмем. Потому что, знаете, чего? Ей маркетинг подтянуть и будет вообще прям супер, да? А деньги мы с вами получим за счет работы, я думаю. Давайте, ладно, принимаем. Хорошо. С, так сказать, широкой ноги, вот это с барского плеча, все, вот это вот принимаем. Здрасте. Да, добро пожаловать, ура, в нашу компанию, в нашу команду. Ей. Часть команды, часть корабля. Так, ну что, минус 1300 у нас с вами в месяц. Балдеж какой, да? Что у нас с вами здесь есть? Банк. Ну, это, собственно, взять, видимо, в долг денег. Граби банк. Братья Лиман. Финансист 666. Неплохое название для банка. Но я не буду брать... Я не буду брать заем, как бы, мне они не нужны сейчас. Мы просто работаем, работаем и все. Так, что у нас по здесь, по особенностям? Давайте смотреть. Итак, у нас с вами может быть изучено отказ за вакансии. Стоимость найма минус 10. Ну, такое. Так, стоимость обучения минус 10, это хорошо, кстати говоря. Длительность обучения минус 5. Я возьму стоимость обучения, пожалуй, минус 10 процентов. Мне это нравится. Подешевле будет, это прям хорошо. Да-да, окей, все, отлично, класс. Будем обучать наших ребят чуть подешевле. Не 2000, а там получается 1800, или сколько там будет. Я знаю, что неплохо зарабатываю, говорит нам Кейра. Ну, Кейра, ты молодец, ты молодец, в любом случае. Зарабатываешь ты, правда, неплохо. Больше всех в нашей компании. Я вот вообще ничего не зарабатываю, видите, даже слезинку пустил, как бы, бедный, бедный морг. Еще и на обучение таскают постоянно. Так, тебе бы маркетинг поднять, да? Но для начала давай мы тебя испытаем. Давай мы тебя испытаем. У тебя характеристики на шестерочку. Тут есть на 5 у нас задание. Так, 5-5-5, и где больше денег платят? 3-400 вижу. О, 4 на 19 дней, правда, но тем не менее. 20 дней, 4-500. Ну, давай возьмем на 20 дней тебе такую прям работенку некий слой. Минималистичный дизайн футболки. Так, одни, слушайте, одни дизайны, одни дизайнерские заказы. Мне кажется, дизайнеры живут вообще неплохо, потому что постоянно какие-то заказы. И реально сплошные дизайны. Так, современный дизайн. Та-та-та-та-та. Спине большой. Эстетики. Ну, понял, возьмем, давай. Так, Кера, иди. У тебя эстетика хорошо, все у тебя с эстетикой? Так, эстетика. Ну, давай посмотрим. Давай на троечку эстетику бахнем. Вот так вот. Не знаю, тут на двоечку? Да нет, даже не так сделаем сейчас. Мы сейчас сделаем так на единичку, на единичку, а здесь на четверочку, да? Во. Нормас. Я надеюсь, что всем понравится, все будут довольны. Поехали, разработку. Заказ довольно большой, довольно крупный. Довольно много денег принесет нам, и... Поздравляем, групповой отпуск разблокировано. Никаких больше одиноких путешествий. Так, еще опять что-то там разблокировано. Что ж такое-то? Сотрудники. Груповой отпуск. А-а-а. Мотивация плюс 10, 7 дней, 150 баксов. Уже не так уж и дорого. Я так понимаю, сколько мы с вами можем? 20 человек сразу отправить. О, это же, знаете, это корпоративные всякие штуки разные, когда все вместе отправляются куда-то. Прикольно. Сноркелинг. Неплохо. Господи, пожалуйста, скажите, что это не мегалодон. Дом с маньяком. Поездка на вездеходе. Охренеть. Ну, знаете, когда-то у нас с вами будет такая крупная компания, что мы с вами сможем себе позволить это. Хотя есть всего лишь тысячи... Чего? Это на всех подождите или на одного? Блин, я пока не могу посмотреть других. Возможно, это на одного. Даже на одного, на 14 дней. В Сахару, на вездеходе. Гора Эверест. Жесть, какая мотивация плюс 90. Ну ладно, это довольно интересная вещичка. Ну что ж, пока продолжаем работать. Так, работает. Купер без мотивации у нас. Точнее, в смысле, с мотивацией ничего не делает, да? Так, Купер, ты у нас что там? Ты у нас тоже хорош. В общем-то, давай-ка мы отправим тебя сейчас тогда заниматься функциями дальше для нашего стартапа, естественно. Следующее у нас с вами размещение контента. Вот это я уже понимаю. Это то, что нам с вами нужно. Так, пользователи смогут размещать текстовый контент, который будут читать другие пользователи. Так что, если кто-то мечтал о карьере писателя, это его шанс. Доходы, расходы, капец. Конечно, большие 11 баксов, но и доходы могут быть нормальные. В принципе, стоимость разработки 1600 хитрить. 24 дня. Часто сотрудников 1. Да поехали. Так, Купер. Что нам нужно? Что нам нужно? Я думаю, здесь нужно все поровну. Так-то вроде ничего не написано особо. Каких указаний не дано. Поэтому давай, сейчас будем фигачить. Так, поехали. Значит, нам нужна технологичность, естественно. Как минимум на единичку. Нам с вами нужно удобство, само собой. Даже удобство, наверное, побольше сделаем. И эстетики. Ну, эстетику на полторашку давайте возьмем. И здесь еще немножко добавим. Вот так вот. Удобство побольше чуть-чуть. 1.6 будет. Попробуем так разработать. Надеюсь, понравится. Поехали. Все, разработку. Наконец-то начинаем опять над своим стартапом трудиться. У нас с вами все-таки надо не забывать, что есть какие-то пользователи, которыми пользуются. Да, эти приложения наши. Все, поехало. Ну, что ж. И мы с вами сейчас находимся на обучении. Все заняты, все прекрасно. У нас прям целый штат, слушайте. О, 3, 5, 5. И маркетинг тоже 5. Ну, теперь осталось только технологичность тебе подтянуть, и будешь прям вообще конфеткой. Прям хорошо будет. Возвращайся. Может быть, тебе пора отпуск? 47. Нет, нормально, еще мотивация у тебя дофига и больше ее. Ой, ты уже злишься. А что ты злишься? Нормально, работай давай. Это же твой стартап, чувак. Для чего? Хоть и лица надо работать. Так, мы тебя отправим, знаешь, куда? Может быть, денег заработать немножко. Хотя у нас, по-моему, есть. Да, у нас дизайн футболки есть сейчас. Как раз-таки денег хапнем с этого неплохо. А тебя мы отправим. А давай, ладно, тоже какую-то работу, может быть, найдем. Так, на 15, на 7 дней, вот. Так, что здесь еще есть? Давайте посмотрим. Ну, возьмем на 7 дней этот, короче. Правда, здесь характеристики 5. Опять дизайн футболки, да, ебарсоте. Опять эстетика, да, нужна, естественно. Ну да, эстетика. Хе, хорошо, попробуем. Давай возьмем сейчас. Так, морг. Иди работай, эстетика. Блин. Давайте на 4 поставим, хорошо. На 4. Остальное, так понимаю, здесь не особо-то и нужно. На 3 с половиной тогда, хорошо. Уговорили на 3 с половиной. Побольше поднимем здесь. 1, 0,8, 0,6, 0,5. Давайте так, попробуем так поработать. Посмотрим, что из этого выйдет в итоге. Может быть, ничего хорошего, конечно, но... Заодно и узнаем. Все, пошло дело. Работка не пыльная, тоже довольно быстрая. Сейчас мы с вами будем работать, зарабатывать и... Поднимать свой счет, естественно. На который потом мы будем тратить... Этот счет, естественно, на свои... Разработки в нашем стартапе, само собой. Так, ну пока в целом у нас уже неплохо. У нас с вами уже 4 человека в команде. Включая нас, естественно. У нас с вами еще есть одно местечко здесь. У нас сейчас столько... Столько процессов идет, что просто-напросто... Мы с вами даже не видим, что там еще свободное место есть. Но пока, я думаю, нам с вами хватит такого количества сотрудников. Тем более, зарплаты как бы такие, знаете. Так, ну что там? Во! Смотрите, мне кажется, все прекрасно. Добавление друзей на десяточку. Вау, ваш сайт красивее... Джиджи Хадид. Джиджи Хадид. Ага. Если бы существовал подиум для сайтов, он был бы на нем блистал. Итак, доход отличный. Все, в плюс вышли. Здесь, собственно, десяточка. Балдеж, красота. Но давайте разбор устроим. 73 баксу. Так, а что? А, это контракт выполнен. Все. 100% все устраивает. Все хорошо, все замечательно. Дальше. Так, а что в итоге про разбор полетов-то я не понял? Устроить разбор полетов для одной функции. Ладно. Так. Люди начинают понимать, что работа у Йохана Альберга совсем не такая заманчивая. Ведь работать приходится по 21 час в день. Фух. Бывало и такое, да? Так. Хорошо. Добавление друзей. А, это разбор полетов у нас в месяц. Вот он. Вот на разбор полетов пошел. Все, понял. Понял. Давайте. Добавление друзей. Так. Количество сотрудников один из двух. Характеристики три. Общий рейтинг 10. Технологичность 30. Более чем достаточно. Более чем достаточно. Более чем достаточно. Понял. Все, окей. Готово. Так. Слушай, Морг, тебе явно нужно отдохнуть. Ты прям что-то уже зашиваешься, я смотрю, да? И, наверное, Куперу тоже нужно отдохнуть. Бедняга уже тоже устает. А вот вы пока вдвоем поработаете. Ну, сейчас дизайн футболки доделаем с вами тогда. Посмотрим, что в итоге вышло. Вообще отлично. Слушайте, просто прекрасно. 4 500 получить денег. Найс. Так, давайте мне денежки. 10 км у нас с вами уже есть. Ну вот, хоть как-то. Хоть на какое-то время у нас с вами хватит их денег. И теперь мы с вами размещение контента доделываем. Так. Морг, мы тебя сейчас сразу отправим отдыхать тогда давай, да? И Купера, беднягу нашего, тоже отдыхать надо. А, мы не можем? А, он работает пока еще. Да, 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 да. Так, вам отдыхать не нужно, вам отдыхать не нужно. Все, я в отпуск. Вы тут давайте работайте. Мне кажется, что я живу в игре. Мне кажется, быть не может такого. Так, что у нас там по отпуску? Ну, давай что-нибудь такое по существенной возьмем тебе. Во, мотивация плюс 40. Пару динозавров на 14 дней. Все, сваливай отсюда нафиг вообще, чтобы тебя здесь больше не видел. Или может быть рыбалочку. Ну, там плюс 20 будет. Нет, давайте пара динозавров. Все, поехал. Уходи, уходи из офиса на 2 недели. Поехал. Все, заслужил в отпуск, мне кажется. Так, остальные ребятки, что у нас здесь делают? У нас ничем не занимается сейчас Купер, получается, да? Так, ты в отпуске. Ты работаешь. Ой, точнее, Адам, да, и ничего не делает. И у нас Кейра тоже ничего не делает сейчас. Так, Кейра, давай-ка мы тебе знаешь что. Давайте мы тебе маркетинг подтянем. Пускай будет. Он у тебя получит чуть-чуть хотя бы. Потому что так-то молодец, конечно, но вот. Маркетинг было бы неплохо. Во, видите, 1800 стало отлично. Прекрасно. Маркетинг, все. На 10 дней уходи тоже давай. И, дружище Адам, сейчас ты пойдешь у нас сработать. Наверное, выполнишь какой-нибудь контракт, я думаю. Работа по контракту. Так, 15 дней, 11 дней, 14 дней. Ну, давайте вот на 15 дней. HTML разработчик для обновления сайта. Так, хорошо. Ну что ж, здесь мы с вами, я думаю, раскидаем более-менее все. По ровну. Так, знаете, типа там 1,3 что-нибудь сделаем. 1,3 попробуем сделать. И эстетика тоже, чтобы была 1,3. Так, и теперь немножко больше в технологичность и в удобство. Вот так, 1,5, 1,5 и 1,3. Ну, раскидаем. Может быть, даже эстетики чуть меньше вбросим на единичку, давайте. И немножко сюда еще в удобство и в технологичность. Вот так. Все, поехали, разрабатываем. Посмотрим, что из этого выйдет. Надеюсь, что это хорошее. Так, на обучение отправили. Ты работаешь, ты работаешь. Тестирование уже, размещение контента начинается у нас. Сотрудник предлагает новую технологию. Три сотрудника предлагают использовать новую технологию, хотя вы лично с ней не знакомы. Ха. Ну, давайте доверимся нашим сотрудникам, ребятам. Почему же команда? Что-то, видимо, пошло не так, да? К сожалению, это привело к задержкам, из-за чего вы теперь отстаете от графика. Да, ёппарасоте. Угу, приятный соцпакет от Йохана. Йохан Альберг предлагает работу с заманчивым соцпакетом. Включая так, это уже мы видели. Это мы уже видели, все. Так, давайте завершаем. Что у нас здесь получится? О, что-то не очень, да, вышло. Если бы этот сайт был лошадью, ее пришлось пристрелить. Мне сначала показалось, что ясно. Так, и что не понравилось? Удобства мало, да, слишком? Ну, давайте разбор полетов устроим. Так, опа. Поздравляю, вас пригласили принять участие в ЛИП. Крупнейший в конкурсе стартапов в стране. Присоединяйтесь и получите шанс выиграть 10 тысяч долларов, а также славу и известность. Конкурс ЛИП посвящен стартапам средней величины. Они оцениваются по динамике развития. Мы будем следить за ростом вашего стартапа в течение двух лет и объявим победителя по истечении этого срока. Прикольно, спасибо. Так, будь ваш стартап более зрелым, можно было бы воспользоваться возможностью презентовать его. Вы не думаете, что у нас есть шанс победить? При текущем состоянии вашего стартапа это невозможно, да и ее просты. Так же, как возможно с нуля создать текстовый процессор с помощью ассемблерного кода. Здорово, значит, шанс у нас есть. Будет нелегко. Великие вещи редко даются легко. Но думаю, мы могли бы сделать так, чтобы победа в этом конкурсе стала одним из наших ориентиров. И что нам нужно делать, чтобы победить? Поскольку в рамках конкурса ЛИП вы будете смотреть, как мы развиваемся, нам просто нужно создать больше функций и стараться сделать как можно больше для наших пользователей. С ростом наших пользователей растет и наш стартап. Отлично, я в радостном волнении. Окей, добавлю новую цель. Так, цели у нас уже довольно много получается, так смотрю, да? Победить? А почему 5 тысяч? Нам же обещали 10 тысяч. Или это еще дополнительная, типа, награда будет? Так, получить долю рынка не менее 65%. Довести же месячный баланс до 7 тысяч. И награда будет еще 10 тысяч. Неплохо. Так, провести исследование конкурентный анализ. Ну, давайте проведем. Так, исследование. 500 баксов. И у нас все заняты сейчас. Я понял, хорошо, ладно. Тогда потом проведем. Так, друзья, ну что ж, мы с вами наняли новых сотрудников. Мы переехали с вами в новый офис. У нас с вами, в общем-то, потихонечку стартап развивается. Мы с вами берем работы, так сказать, нифига, 13к пользователей, вау. Неплохо. Достаточно, маловато, более чем достаточно. Так. Ну, к смысле, и почему так мало получилось тогда? Нам с вами нужно было в удобство больше здесь бахнуть, да? Чуть-чуть маловато. То есть мы с вами из эстетики можем забрать отсюда. И больше в удобство перекинулись. Угу. Так, да, что-то нашей керри немножко маркетинг тяжеловато дается. Всего лишь плюс 2. Но, тем не менее, уже лучше чем 1. Все, хорошо. Возвращаясь обратно. То есть, в принципе, мы с вами здесь можем переделать сейчас ту функцию, да? Пересмотрим, 800 баксов будет стоить. Нам нужно переделать, потому что у нас, во-первых, здесь минус уходит. И рейтинг на то, чтобы прям очень большой 6,5. Так, пересмотрим. Вот можно керу подправить на эту работу сейчас. Нам, в принципе, эстетики такой рейтинг вообще не нужен здесь, да? Нам с вами нужно было больше в удобство бахнуть. Предыдущий рейтинг 4,7. Ну, надо больше, конечно. Надо больше. Так, 2,5. Давайте до троечки. Ну, 2,8 сделаем. Технологичность на 2,2 останется. Эстетика 1. Надеюсь, будет нормально. Попробуем так сделать. Разработка. Все, поехали. Переделаем, давайте. Так, бедный Купер уже очень сильно устал. Он ничего сейчас не делает. Его нужно в отпуск отправить, я так думаю, да? Купер, давай. Иди, предлагаю. Отдыхай тогда. Ты хорошо постарался, молодец. Так, у тебя надо плюс 40, плюс 60 даже. Прыжки с банджи. Давай, полторы тысячи. Держи и иди отдыхай. На 14 дней. Что бы тебя здесь больше пока не видел. Так, у нас с вами здесь работка есть. Сейчас идет. Денег мы с вами получим за нее какие-то. И переделаем сейчас размещение контента. Так, а мы вернулись с мотивацией. Плюс 40. Отлично. Плюс еще один работник. И мы, конечно же, сразу отправим его в какую-нибудь работку. Ну что, друзья, вот так вот прям, знаете, у нас работа здесь в нашем офисе кипит. Я думаю, что будет все хорошо. Наш стартап вроде как пользуется спросом, хоть небольшим пока что, но тем не менее 13 тысяч уже есть пользователей. И я думаю, что все будет у нас с вами дальше хорошо будем развиваться. Пойдем с вами, я думаю, все-таки вот в эту сторону, да, в сторону размещения видеоконтента, так сказать. И посмотрим, что у нас в итоге из этого получится. Ну что, друзья, на сегодня мы с вами будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте комментировать, жмать на колокольчик. Увидимся. Все, до скорого. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok